Привет, бои и скауты! С вами Кьюбайт! В основном, это видео будет посвящено Мстителям 4, который пока еще не имеет подзаголовка. Мы попробуем разобраться, что там происходит на съемках, потому что вот это выглядит совсем уж странно, и никто не понимает, что вообще творят братья Руссы и что они там снимают. Флэшбэк это, путешествие во времени или это технология Тони Старка из Гражданской войны, пока еще никто не знает наверняка, но мы попробуем разобраться и решить, что ближе всего из этих вариантов. Плюс, конечно же, есть и другие новости, о которых я тоже хочу упомянуть, но в основном будут именно Мстители 4. Тем более, Мстители 4 уже завершились, они уже завершили съемки, и в общем-то, третья фаза, можно сказать, уже окончена. Конечно же, официально она будет окончена, когда выпустят Мстители 4, в общем-то, и все, на этом точка. Но, в принципе, все уже готово, все уже отсняли, и нам осталось только ждать эти фильмы. Перед тем, как мы начнем разбираться в поломанном таймлайне киновселенной Марвел, давайте немножко поговорим о Веноме. На этой неделе обещали выпустить первый взгляд на Венома, и, конечно же, я, как и многие, подумали, что это будет какой-нибудь тизер, какой-нибудь промо, трейлер вряд ли, ну хотя бы тизер, или хотя бы фотография, где нам покажут Венома, симбиота, или что-то вроде этого. Нам показали фотографию, но на ней изображен Том Харди в образе Эдди Брока, и, в общем-то, это все. На самом деле, знаете, это слегка обидно, потому что вот эта промо, эта фотография, она выглядит так, как будто это Том Харди из любого фильма. Это обычный Том Харди. Дело в том, что портал IGN заставил нас накручивать себе и заставил думать, что это будет нечто крутое, но на самом деле все там правильно, это действительно первый взгляд на Эдди Брока, но когда, знаете, допустим, написано «Первый взгляд на Дэдпула», то, конечно же, вы себе в голове представляете, что это будет Дэдпул в костюме. И то же самое с Веномом. Там все-таки чаще показывают Эдди Брока, но все-таки мы хотим увидеть конкретно Венома, симбиота. Но все-таки одна интересная деталь есть. В блокноте, который держит Эдди Брок, там есть надпись «The Life Foundation». Это как раз-таки та организация из комикса «Little Protector», «Смертоносный защитник», на котором частично будет основан фильм. «Планета симбиотов» и «Смертоносный защитник». Это вот два комикса, две серии, которые составляют базу для фильма Веном 2018 года. А вот эта новость уже напрямую относится к теме нашего видео. Портал The Rob сообщил о том, что Marvel Studios наняла сценаристку для написания сценария для сольника «Черной вдовы». Пока неизвестно никаких деталей. Когда этот фильм выйдет, ничего неизвестно. Мы только знаем, что «Черная вдова» уже с 2010 года появляется в киновселенной Марвел. Все ее полюбили, у нее огромная база фанатов. И, конечно же, вот этот сольный фильм, он, естественно, будет приквелом. Я думаю, вот в этом вообще не стоит сомневаться. Скорее всего, он будет основан на операции в Будапеште, о которой уже упоминали в «Мстителях первых», если вы помните. Как в Будапеште, очень похоже. Мы с тобой помним Будапешт по-разному. Но создание подобного сольника приквела может намекать на неутешительный исход для «Черной вдовы» в «Мстителях 4». В любом случае, я очень жду этот фильм, думаю, как и вы, потому что в последнее время очень много слухов насчет этого ходило. И вот подтверждение того, что все это не просто так и все замечательно, пока идет у киновселенной Марвел. И это хорошая идея, потому что можно создать в киновселенной Марвел теперь еще и что-то вроде Джеймса Бонда, только женская версия. Но там должен появиться еще и «Соколиный глаз», вот в этом я уверен. Еще одна забавность, которая произошла буквально несколько часов назад, это то, что Дэдпул официально на официальном аккаунте в инстаграме фильма «Дэдпул» поздравил Зейна Малека с днем рождения. Зейн Малек – это бывший участник группы «One Direction», возможно, так вы его знаете. Я, честно говоря, в этом тоже особо не разбираюсь. Но, в общем-то, сама забавность, что Дэдпул официально его поздравил, и это очень забавно, стебно и смешно выглядит. Дэдпул, в общем-то, в своем роде. Ну, а мы, конечно же, ждем полноценный трейлер. Тем более, что Дэдпула перенесли с 1 июня, раньше старой его даты, на 18 мая. То есть теперь Дэдпул 2 выйдет еще раньше. Еее, замечательно. И это означает, что с Дэдпулом 2 все вообще отлично, и они укладываются во все планы. Прочие лишние новости. Теперь мы официально переходим к «Мстителям 4». Съемки завершились, как я и сказал. В честь окончания съемок они даже забабахали вот такой торт с Таносом. Прекрасный торт, очень тяжелый, камни бесконечности, сам Танос огромнейший торт. Ох, хотел бы я его отведать. Мне кажется, очень вкусный должен был получиться. Ну, естественно, мне кажется, там торт должен был быть еще больше. Типа, знаете, логотип Marvel 10 лет. Ну, Marvel Studios, например, 10 лет. Потому что вот уходит эпоха, завершается кино... Ну, не вся киновселенная Marvel, но она будет немножко перезапускаться. И, скажем так, вот в этом виде, который мы ее сейчас знаем, она, можно сказать, уже закончилась. И это, конечно же, такое прям эпохальное событие для фанатов комиксов и кинокомиксов. Но мы здесь абсолютно не за этим. Мы хотим разбираться, что там происходит на съемках. Потому что выложили фотографии в сеть, некоторые порталы. И на съемках Мстители 4 происходит вообще что-то происходило, извините. Происходило нечто вообще невероятное. Во-первых, это больше похоже на путешествие во времени. Потому что у героев, которые изображены на этих фотографиях, есть на руках некоторые... Это не часы, это и не репульсоры. Ну, наверное, будем называть это часами, потому что больше всего на это похоже. Но на самом деле это какие-то наручные браслеты с каким-то проектором. В общем, что-то там будет выводиться. Может быть, какая-то информация. Может быть, даже какой-то отсчет до смерти или до какого-то события. Пока неизвестно. Пока это выглядит так. И, кстати, это очень сильно... Опять же, связь с Дэдпулом 2. Опять же, это очень сильно напоминает часы Кейбла, которые у него существуют. И с помощью них он как раз-таки может открывать... Ну, не только с помощью них, но может открывать порталы. И он может путешествовать во времени. Короче, Кейбл крут. Возможно, это просто совпадение. А, возможно, уже начинают эти все вселенные стягивать вместе. Если вы подписаны на мою группу или на любую другую группу, вы эти фотографии видели и заметили, наверное, что Тони Старк выглядит как-то очень странно. Во-первых, у него нет костюма Железного Человека. У него нет реактора, который показывали в трейлере Мстителей Война Бесконечности. Вообще, хотя у него изначально не было этого реактора, потом у него появился. И теперь его опять нет. Плюс он еще в пиджаке, в таком жакете Агента Щита. Что тоже странно. И конечная версия это то, что он какой-то седой и старый. И вот теперь я предлагаю вернуться на несколько месяцев назад и посмотреть фотографии со съемок опять же Мстителей 4. И вспомнить, что тоже были новости о том, что что-то странное происходит. Или опять это путешествие во времени. Или это, помните, та технология Тони Старка, которая показана была в Гражданской войне. Называется она Морг по-русски, а вообще по-английски Барф. И его, ну это аббревиатура, естественно. И в общем-то она работает так, что она воспроизводит ваши воспоминания и позволяет видеть то, что вы когда-то уже видели. Для того, чтобы подавлять, в общем-то, какие-то ваши плохие эмоции. И в общем-то просто бороться с какой-нибудь депрессией или грустью. Ну, вы там, не знаю, родственников своих увидели бы или еще что-нибудь, или друзей. В общем, вы поняли, о чем я говорю. И в общем-то, якобы это эта технология. И это подтверждало то, что на съемках и тогда, и сейчас засветился как раз-таки тот ящичек, где эта аббревиатура, в общем, вся эта аббревиатура расшифрована и название этой технологии. Но мне кажется, что это сделано специально, чтобы запутать всех, кто видит эти фотографии, кто снимает съемки и так далее. Чтобы все эти теории, они как-то, знаете, расходились и так далее. Потому что, ну, слишком странно это для этой технологии. Тем более, Атланта Филминг, портал тоже один, подтвердил, что это не флешбеки. Что вот эти события, это точно не флешбеки. То есть, ну, флешбеки вообще так не делаются. Так вот, все, отходим от темы, возвращаемся на несколько месяцев назад. И видим, что Тони Старк там как раз-таки в одежде из Мстителей Первых. Плюс мы там видим Тора, мы там видим Локи тоже в образах из Мстителей Первой части 2012 года выпуска. Но, а там же появился еще и Тони Старк, который тоже всех смутил. И там он как раз-таки был в этой форме агента Щ.И.Та, был в бронежилете. И все-таки, что происходит? Но, самого главного там не заметили, это его волосы и его внешний вид. Он там состаренный. И просто тогда никто не обратил на это внимания, потому что, ну, там одна фотография, какой-то странный свет. Ну, ничего не понятно. Просто обычный Тони Старк, только в другой одежде. Но здесь же мы уже видим его в этом же образе. Но только понятно, что он сильно отличается от того Тони Старка, которого мы видели даже в Войне Бесконечности. То есть он состарен, наверное, лет на 10, а то и больше. То есть он уже седой, он какой-то, знаете, уже так больше с морщинами. То есть, ну, в общем, состаренный Тони Старк. И это намекает на то, что этот Тони Старк из будущего, а не из настоящего. Возможно, этот Тони Старк уже является директором ЩИТа. Ник Фьюри уже погиб. Тони Старк теперь занял его место. И, в общем-то, как-то так это работает. Мы видим Капитана Америку. Он выглядит точно так же, как в Мстителях Первых. Только у него есть, опять же, этот браслет, который ему, наверное, дали Тони Старк. Скотт Лэнг и кто там еще. И, наверное, Халк. Хотя Халк вообще непонятно откуда. Потому что на нем CGI костюм. Непонятно, старый это Халк или новый. Но я думаю, что это Халк из настоящего. Лично я придерживаюсь теории, что это перемещение во времени. Потому что это будет, во-первых, логичнее всего. Во-вторых, это объяснит, что это за штуки у них на руках. И объяснит, почему у них маркеры CGI. Во-первых, я объясню. Маркеры CGI, они нужны для того, чтобы потом можно было это захватывать с помощью специальных камер. И переносить вот эти модельки на компьютер. И там уже накладывать различные эффекты. То есть, допустим, так же создаются костюмы Железного Человека в последних фильмах. Ну, то есть, наполовину. То есть, есть что-то и настоящее. Но есть и маркеры, которые добавляют графику, в общем-то. Так создают Халка. Вы видите, на Халке вообще огромное количество таких точек и различных датчиков. Но все-таки Халк, он большой. Но зачем эти датчики нужны Капитану Америки? Скорее всего, для того, чтобы показывать эффект перемещения во времени. И чтобы это... Ну, не знаю, может быть, они будут исчезать, как в «Назад в будущем». Вполне логично. Скорее всего, вот эта встреча с персонажами из будущего для Капитана Америки случилась тогда, когда он отделился от Соколиного Глаза и Черной Вдовы в первых «Мстителях» и побежал, в общем-то, еще отдавать командование полицейским города. Если вы помните эту сцену. И мне кажется, что они тогда его перехватили именно Капитана Америку. Я не знаю, почему так. Но, опять же, это может намекать на плачевный исход для Кэпа. Потому что, если они встречают Кэпа из прошлого, то... И, кстати, где Кэп из будущего? Почему они его не взяли? Наверное, для того, чтобы не случился какой-то парадокс. Но все же, в общем, это довольно странно. Почему они всех «Мстителей» не собрали? На данный момент, мне кажется, что если собрать все эти фотографии со съемок «Мстителей 4», то мы поймем, что это замешано с камнями бесконечности. Танос остается главным врагом. Но сейчас он будет просто такой, знаете, нависшей угрозой. Он пока не будет прям доставать персонажей. Он будет заниматься какими-то своими делами. Может быть, тоже искать камни. И, возможно, они просто во время нападения Таноса переместились в прошлое, чтобы все это поменять и изменить ход времени. Забрать камни бесконечности, которые есть уже у Таноса. Например, синий камень. Который, помните, еще в «Мстителях первых» относили в Асгард Локи и... Кто там? Тор? В голове все равно полный винегрет. И я вас отлично понимаю. Все ходит кругом, и вы не понимаете, что там происходит. И вы просто хотите уже дождаться этого фильма и посмотреть, что там и как. Я сам жду. И, наверное, кстати, из-за перемещений во времени не раскрывают заголовок «Мстители 4». Возможно, там будет как-то это все обыграно. Типа, знаете, «Мстители 4 назад в будущее». Было бы прикольно. Я с удовольствием буду читать ваши теории, ваши предположения в комментариях, ваши версии. Это может быть технология Тони Старка, это может быть флэшбэк, хотя совсем уж вряд ли. Или путешествие во времени. И напишите, что и как. То есть, мне было бы интересно почитать ваши версии. В комментариях все оставляйте. Поддерживайте лайком, если вам было интересно, если вы что-то новое, может быть, узнали. И подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. Ставьте колокольчик. Всем спасибо. Всем пока. Ждите новых роликов. Субтитры сделал DimaTorzok